Первый учитель – это не просто педагог, который открывает детям дверь в мир знаний. Это пример, который зачастую оставляет неизгладимый след в характере ребёнка и его мировоззрении. Первый учитель Алины Ильиной помог ей определиться с будущей профессией. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, сомнений у неё не было. С сентября она учит маленьких саровчан в школе номер 10. Поначалу было немного страшно, признаётся девушка, но сейчас на смену волнению пришло желание помочь ребятам поскорее влиться в школьную жизнь. Настоящий учитель, он должен быть, помимо того, что терпеливым, стрессоустойчивым, он также должен обладать огромной любовью к детям и очень сильной эмпатией, потому что их 24-30, и каждому нужно уделить время, и у каждого всё равно у ребёнка есть какие-то свои проблемы, какие-то свои потребности, и нужно уметь сопереживать им. Учитель начальных классов даёт школьникам базовые знания. Он не только обучает, но и воспитывает. Учителя младших классов уделяет всё своё время детям, кроме уроков этой классной часы и внеклассные мероприятия. Они должны знать, как обращаться с ребятишками, поэтому многие учителя ещё и психологи. Юлия Шаргаева приехала в Саров недавно, но уже влюбилась в тихий, закрытый город. Введу я третий класс, класс коррекционный по тяжёлым нарушениям речи. В классе у нас детей немного, шесть человек всего лишь, все абсолютно разные, независимо от такого маленького количества, каждый особенный по-своему. У каждого свои положительные характеристики, свои какие-то особенности, которые также хорошо влияют на учёбу, например. Для учителя в коррекционном классе очень важно быть добрым, важно быть справедливым и при этом дать те знания, которые должен получить ученик в данном классе, соответственно, с возрастом. В этом году в 10-ю школу пришли работать три молодых педагога. Среди них и Татьяна Прохорова. Коллектив принял их очень душевно, отмечает Татьяна. К опытным педагогам они всегда могут обратиться за советом или помощью, и им в ней никогда не откажут. Профессия учителя для девушки – мечта детства, которую она только начинает притворять в жизнь. Вообще это всё началось ещё с детства, когда была маленькая, постоянно ставила игрушек, доставала тетради, проверяла. Так, ты у меня заечёнок будешь такую это прописывать, такую отметку будешь получать. Само осознание пришло уже где-то в 10-11 классе, потому что такая сильная любовь к детям, хочется кого-то учить. Первая учительница запомнилась очень. Канал 16 поздравляет преподавателей Сарова с профессиональным праздником и благодарит за бесценный труд и старание. Вы тот маяк, который помогает ученикам не потеряться в огромной стране науки. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.